Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Меня попросили прокомментировать выступление Невзорова Александра Глебовича. Уроки атеизма. У меня называется «Открытым оком во свете Библии». Это у меня 29-й уже разбор, не только его. А у него это часть 11-я по поведению от Александра Невзорова. На патриарха, что он запретил, говорит, общаться. Ну, значит, было какое-то. Вот девушки, они взывали какая-то богиня. Где взяли слово «богиня»? Где его? В Писании такого нет. «Богине неба пихут пирожки», да, кота об языческой богине, «Богородицу Преснодева Марию». Ее никто никогда не называет богиней. Вы это прекрасно знаете и играете на невежестве. Я говорю к Невзорову. На невежестве людей. Ну и сектанты этим пользуются. Вы сеете, высеваете страшное зло. Невзорову говорю. Где говорите неправду. Где говорите правду, там-то благословит Господь вас самому это исполнять. То, что говорите. Вот слово «святотатство» разбирает. Ну, что непонятно. «Свято ситать украсть». Ты говоришь, не кради, а крадешь. И далее, гнушаясь идолом, святотатствуешь рименом 2.22. Как же так? Гнушаешься идол, по икону называешь идолами. Вот оно где святотатство. То есть честь, воздаваемая иконам, они не понимают это. Все одинаково понимают. Почему? Не считают Библию. Откуда вы знаете, что икона нужна? Доказывайте это мне, чтобы доказать тебе. Три минуты я тебе докажу. Христос пришел в храм, назвал его «Мой дом, дом молитвы наречется». Было? Ну, его дом или это капище он пришел. Все сектанты соглашаются. Дальше я спрашиваю. Скажите, а этот храм, в который пришел Христос, кто построил? Почти 100% сектантов отвечает Соломон. Я говорю, а 4 книги Старс 25 главе Навуходоносор что разрушил? Так разве разрушил? Разрушил. Это первый Соломонов храм. Это второй Зарававелев. Книга из Икиля 41 глава 17 стих. В изображениях, в иконах дано повеление от Бога. Должен быть весь храм украшен снаружи и снутри от пола потолка. Читали? Читали. Христос пришел туда. Пока не говорим, что с ними были. Но изображение это не идол уже. А изображение Астарты, богини неба, это идол, ваала. То есть научитесь все-таки мыслить критически. Вот самого себя рассматривать. Незоров говорит так. И мои слова воспринимайте критически. Правильно. Кирилл Иерусалимский говорит. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне. Ни один священник сегодня этого сказать не может. Ну может, которых я не знаю где-то. Чтобы так сказать, сначала людей нужно научить знать Библию. Вам потребуется для этого не один год. И православных не научить. Почему? Да Библия не во главе, а нигде она совсем. Во главе это молебны, это заказны, это пойти, литургию отстоять. Вот что. И на взоров-то на это нападает. Больше всего-то. Богини неба, они не взывали. Они говорили, чтобы прогнала Путина. Но по-другому не могли. Это тоже подставные фигуры. Так же, как и думаю я так. Я так думаю. Что Невзоров не сам по себе. Многие спрашивают, кто за ним стоит. Но я думаю, что не без масонов это дело обошлось. Стоят люди, которым выгодно что-то разрушить. Но если мы молимся о церкви, о патриархе, будет так, как надо. Вот именно в этом я уверен. Обо мне все молились и меня осудили. Обо мне все молились и меня освободили. Это от Бога. Это надо научиться принимать с радостью. Я благодарю Бога каждый день за здоровье и за болезни. За скорби и печали, за гонение, за неправду, Которой меня преследует не кто-то освященники. Люто преследует. С бешеной свирепостью. А я Бога благодарю и целую в Божью руку. Семикратно в день прославляю его за суды правды его. Псалом 118, 164 стих. Дальше опять о горе. Не могут переставить, но у него больше ничего нет. Вот драгоценности, золото на патриархии. Это, конечно, на меня никак не влияет. Надо убрать это. На эту пышность купились послы Владимира. Увидели золото, прочее. Такое приняли православие мы. Такое. Пышное византийское богослужение. А цари убивают друг друга. Что там делается? У нас хоть не убили переводчиков Библии, а в Греции, переведшего на родной греческий язык, убили. И патриарх из них претерпел столько, что сказать трудно. Слово читаю. На что мы должны держать ориентир? Евангелие от Иоанна 12, 48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Если нам быть судимым по слову Божию, то и надо на него ориентир держать. Все время сравнивать, так ли говорит слово Божие. Так ли. И если по слову Божию неправильно говорит патриарх, не слушать его, дабы не оказаться вместе с ним в аду. А что, разве патриархи погибают? Большая часть. Священникам, щаплинам разным, им гордиться не надо. Иоанн Златоуз говорит, большая часть священников погибает. Вот их 10, минимум 6, минимум 6 будут в аду. А Серафим Саровский говорит, это настольная книга священнослужителя, по благословению патриарха Пимена выпущенная. Третий том, 601 страница. Говорится о том, как молился не один день, а молился и молился три дня Серафим Саровский. И Бог заговорил с ним. Я не понимаю, как заговорил, голосом или откровением, но Бог прямо написал прямая речь. В кавычках. И он сказал ему, не пощежу и не помилую. А молитва была целенаправленная о русских архиерях и священниках. И Бог ответил, не пощежу и не помилую. Как будто ни одного в России священника спасенного не будет. Что, Серафим сейчас не молится разве? Или один ответ тоже. Может быть, когда Серафиму это было откровение, и сказал он, и попы стали другими. Да ничуть. Они из этого выйти не могут. Слишком дорогая приманка. Слишком глубоко увязли. А вот оторваться от этого необходимо познакомиться со святыми мужами веры, как Павел, Иоанн, апостолами, и отойти. Вас обвиняют, ну, большая часть обвинения от невзора, то в этом направлении. Там золото, тут у вас богатство, тут машины, тут женщины, тут разврат. Он все на это бьет, как плотской человек. А ваша главная вина-то не в этом. Это плотские, это плотские немощи. Самое главное, это ересь. Как Агафон, совсем согласился, в чем обвиняли монахи, хотя и женщин не видел толком, и не воровал, и не убивал. Но, не надеющий брат, а еще лаку убийца. Но обвинили его в ересь, он вытер слезы, сказал, нет, братья, в этом не виноват. Только ересь, это относится к тому, что через мирскую власть ставят священников, и она слепилась с мирской властью. Это безумие, это ересь. Вот царебожники говорят им, какая-то симфония, царская власть должна соединиться с патриархом, два кресла под одним. Что вы плетете? Это два совершенно разных этажа. Это небо и земля. Не любите мира, и не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи, а без ли очи небеса никто не спасется. То есть спасение всех священников, которые с властями слепились, под сомнением, под вопросом, так скажем. Деяние 27-38. Насытись лишь за пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. То есть они осознали момент кораблекрушения, буря и выбрасывают. Попы не осознают. То, что выходит сегодня, говорит Невзоров, это малость, что священников на дому многих убивает, это только начало. Выброси все это, сдайте, где вы взяли, наворовали, отдайте. Сдайте эти богатые иконы. Да сохранит Господь, конечно, от всякого убийства, насилия, но пшеницу своими руками выбросили. Ни один священник этого не выбросит. Но откажитесь от дорогих машин. Почему-то мать Тереза, которой папа римский подарил машину, она к ней не прикоснулась. И тут же отдала, продали ее иносирот в Индии. На нее-то почему-то не нападает Невзоров, потому что у нее ничего не было. Она жила для Бога вся. Ее называли живая святая, как Ян Шанхайский. Живой святой, это сказал католический священник на него. А о вас сегодня-то никто не скажет. А такими словами называют, что страшно даже. То есть Бога, если бы боялись священники, то вот эта половина уже пшеницы выбросили бы. Невзоров вас бы не брал, не хватал. А он лает на вас, как протопопа вакуум. И я лаял Никона. Дальше. По поведению от Александра Невзора, часть 12-я рассматриваем. А лояльность и киноверческим. Ну, он тут не понимает, что такое значит лояльность. Лояльность, это не означает, что каторга, кнуты, чем занимались в царской России, да и сегодня патриархийные мгновенно открутят всем голову, если придут к власти. Всем этим сектантам, всем конец. Крышка. Кырдык придет. А никакой закон-то принимать Средельцена, которая здесь, такие, там, исторические, как называют, церкви не менее 20 лет. Видите, кого в рай пропускают. Если бы по нормам избирали патриарха, по выбору, по жребию, Кирилл Гудяев никогда бы не был патриархом. Никогда не был бы епископом. А он какие условия поставили? Кто занимается уже столько-то в Говорщине архиерейском, столько-то знает хозяйственную работу, обладает архиерейским чином. Уже Тарасий из Мирян в 6 дней был епископом. Патриархом поставлен. Не прошел бы. То есть я вам буду называть, которые стали патриархами из Мирских. Они всех отсекли. Они не были архиереями, большинство. Их всех отсекли. То есть они создали для себя вот это ЦК ВКПБ. И только там у них они сами друг друга избирают, как этот Центральный комитет. Сегодня Брежнев, Андропов, Черненко, Ельцин. То есть реанимация сзади ездит. А что нужно делать? Покаяться перед Богом. И смотреть, как апостолы избирали. Они бросали жеребий. Бросили жеребий. Избрали двоих, выбрали, а теперь бросили жеребий. А тут еще до жеребия противников в отвал убирают всех. Один отказывается, другой еще не начали уже проиграл. Кого власти поддерживают? А тут бы так. Кто сотрудничал с КГБ, кандидатуры снимается. Все. Никакого Кирилла там больше не будет. Дальше. Кто как-то замешан в обвинениях и не оправдался в разных там педопилях, не приступай. Дальше. Кто свое не пожертвовал, живет непосредством, за квартиры там миллионы борются, не приступай. Да по признакам апостольской церкви, если вы стали сегодня, вообще в патриархе никого не было. И дворяк начали бы нанимать. Я это хорошо знаю. Мне сказали, а что бы делали, если были патриархом? В первую очередь прекратил храмы строить. Все деньги на издание новых заветов. И попросил бы Бога, чтобы открыть тысячу училищ в один день. А учителями поставить баптистов, которые подпишут, что православную догматику не будут трогать. Из своих-то ставить некого. Может быть отдельно только кто-то. что делать? Вот вопросы это очень часто задают. Что делать? Молиться, трудиться, смиряться. Смиренно-мудрее главное качество, которого боится сатана. А его сегодня не хватает нигде. Второе Петра 2,16 читаем. Там про лошадей он много говорит, я к этому отношу. Зачем их учить? Учителя, лошадей-то было. А надо, когда надо, она лошадь заговорит. Второе Петра 2,16 Но был обличен, то есть обличаем, в своем беззаконии бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. И вот когда выступают, говорят, оправдываются, нападают на невзор, а вон о душе речи нет, о суде Божьем вообще нет. Ни о Христе, ни о заповедях вообще разговаривают люди как неверующие. Я вот смотрю, иногда выступают некоторые, которые выходят часто. А вот вообще, особенно в речи Патриарха 20 минут из слова Христос не упоминается, свой Туя Библия вообще не упоминает никогда. Больше всего упоминает Олег Синяев. Так что никакого кощунства больше нашего нигде нету. Мы православные, самые главные кощунники и все анафемы нам. Кто не любит Господа Христа, анафема православные, на них Христа вообще не знают. Нам Бог, Матка Божия, как эти поляки говорят, Христос, все Бог. Все Бог. Не надо думать, что только высмеивал Лесков Николай Семенович. Он многое-многое сказал и сказал слова, за которые надо уцепиться. В России никогда Евангелие не было проповедано, как должно. Никогда. Римлянам 2.24 «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиц у язычников». И дальше данные дают. 30-40 миллионов не хотят православия, такого, какого оно и есть. Надо задуматься об этом, что люди не хотят худшего, как правило. Я вот скажу, где мы были, нам стыдно называться православными. Но нам нужно сломить эту обстановку. И в течение полчаса все делается по-другому. Это вы православны, это ваши попы, что делают. Он призвали, он нажрался здесь и дальше начинается что говорить. У нас он поп, он с молодой Хариско уехал, а троих ребятишек бросил. Это в газетах даже печатают постоянно где-то. Позор, конечно. Но когда начинаешь показывать о высоте, о целомудрии, о святости веры Христовой и какое должно быть православие, имея в виду апостольские времена, сразу люди смолкают. Надо признать, что мы виновны и начинаем с нуля. Дальше. Поповедник Александра Невзорова, сейчас 13-е. Здесь полное непонимание того, что происходит в правительстве, говорит Невзоров. Невзоров. Аминь. Правильно говорит? О табаке, алкоголе, что все это беспошлино, что обеты монашества, послушание, целомудрие, нестижательность нарушаются. Да, так и есть. И чтобы карьеру сделать, постричься нужно в монахе, да, так и есть. Петр, апостол, был женат, и целое столетие все женаты, и вдруг попы все отмели, только не женаты, это каста. Он ничем не занят. Он ничем не занят, полезли не туда. Заменили естественное употребление женского пола противоестественным. Это же не в одном месте. Два миллиарда долларов заплатили католики за подобное свое отношение священников, чтобы как-то выпустить. Храмы продавали, чтобы прикрыть этот блуд священнический. А там, в конце концов, дошли до того, что и священники должны быть не женаты. И чем это все кончилось? И далее. Вот если бы Березовский решил, ну, он решил Христа приватизировать, а может быть Борис стал бы, как я понял, даже патриархом. Да кто его знает? Я спрашивал Александра, отца Александра Мене, теоретически, возможно ли у нас в России много уже священников еврейской национальности, могут ли стать патриархом? Теоретически можно, практически нет. Русские не допустят. Это его было мнение такое. А почему нет? Нет ни Елена, ни Иудея. Даже принятый еврей, он все время находится под подозрением. У меня крестник еврей в моем доме пришел. Он не только не в подозрении, а один из самых, можно сказать, лучших священников, отец Наум Израилевич. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова